Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая марка Гетьман и Медицинский центр «Призма». А с нами на связи Владимир Никитин, которого мы очень рады видеть. Владимир Африканович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Спасибо. Владимир Африканович, знаете, я совершенно неожиданно обнаружила, что наш с вами разговор, который мы обещали продолжить сегодня, но даже тот, который был в прошлый раз, набрал много просмотров. И я поняла, что тема «Когда закончится война?» или «Когда закончатся войны?» оказалась очень важной для очень многих наших зрителей. Поэтому, если вы не против, может быть, мы продолжим тогда то, что было не сказано в прошлый раз. С этого, наверное, очень общей такой темы. Позвольте начать наш разговор, если вы не против. Давай. Давай разговаривать действительно. Потому что я много это продумывал, у меня много чего есть сказать, но это моё. Я не верю, что один человек, будь то Эйнштейн или Будда, ухватили всё и могут ухватить всё. Каждый раз это опыт. Это опыт, это пережитое, это касание сердцем. И оно очень индивидуально. Меня как учёного приучали к объективности. Даже запрещали в статьях, в книгах писать «я». Надо было писать объективированного или «мы». А вот сейчас я говорю только от себя или через себя. Это тоже очень важный момент, что какую позицию ты принял. Что ты что-то вещаешь, оно идёт от тебя, ты выдающийся человек, гуру и так далее. Или ты просто позволяешь чему-то идти через тебя. Тому, что творится в мире, тому, что почувствовал. Разрешить быть без «я». А это для людей трудно. И в прошлый раз я говорил, что я сознательно наивный. И я там наивность по течению разговора раскрыл через стремление к простому. К простоте. Не к примитивности. Не к отрезанию всего, чего непонятного. До того, что известно и понятно. А вот попытаться очень многое и сложное сказать просто. Это тяжёлый труд, наверное, самый тяжёлый интеллектуальный труд, который есть. Но вот когда я говорил про наивность, я имел ещё другое. Я знаю, как устроен мир. Я сталкивался с многими людьми. Я переживал предательство. Я сам не безупречен отнюдь. И я наивен, потому что верю. Потому что у меня есть надежда. Я уверен, что из той ситуации, которая у нас сейчас сложилась, не только в стране, но и в мире, потому что то, что в стране, это только концентрация в какой-то точке через что-то, того, что происходит. И я верю, что мы можем это преодолеть. Но я не верю, что это можно сделать за счёт мудрого правительства, за счёт прекрасных менеджерских схем, за счёт мирового правительства. Я верю, что это может произойти только между людьми. И вот первое, что мне хотелось бы отметить, это... Сейчас опять вернусь в сторону. В прошлый раз мы обсуждали, что война — это вещь, присущая нашему обществу. Не только нашей цивилизации, а как оказалось, человеческому роду. И есть такие книги, исследования как Лоренца про агрессию, где он утверждает, что это часть нашей природы. И преодолеть её можно только, убрав эту агрессивность, заместив её чем-то. И вот что происходит, если это замещение делается тотально? Это роман Лема «Возвращение со звёзд». Когда человек вернулся с экспедиции, оказалось, что всем на земле прививки сделали, и они уже больше не агрессивны. И когда узнают, что у него нет прививки, его воспринимают как дикого зверя. И он решал остаться в этом спокойном мире или вернуться к звёздным. И концентрацией такого является диалог между Руматой и Буддахом у Стругацких «Трудно быть Богом», где та же тема. Так вот, я всё-таки думаю, что можно найти путь движения каким образом нам перейти к миру, где агрессия будет превращена в мысль, в исследование, в спорт и так далее. Но для этого надо кардинально изменить наше представление. Есть вопрос. Вызовов стало много. И они разные. И ситуация идеального шторма. Но идеальный шторм – когда совпадают все негативные проявления. Волна, ветер, температура – всё это идеальный шторм. Так вот у нас сейчас идеальный шторм. У нас меняется климат, в чём разненаправлено. Потепление в одном месте, похолодание будет в другом. Это вызывает и вызовет большие эмиграции. У нас не кончились вспышки рождения людей в местах, где не обеспечены ресурсы для них. У нас происходит всякое функционирование. Оно в итоге замирает, потому что происходит амортизация. И вот эти все механизмы, которые у нас являлись для работы с глобальным миром, видео ООН, ЮНЕСКО и прочее, уже не справляются. Об этом столько написано, что даже не надо повторять. У нас произошла... Вот мир стал целым. Не целым, а вот таким множественным и слипшимся. Ух ты, множественным и слипшимся. Но вы при этом показывали какой-то значок, как когда кубик Рубика собираешь. Не знаю, у вас тоже так... Вот он смялся вот в одно. У того же Лемма есть повесть, она переводится то насморк, то ренит, о том, что когда люди стали жить тесно, то то, что совершалось редко или вообще не имело, вдруг стало возможным. За счёт того, что многие факторы, которые раньше не совпадали, там, например, сейчас происходят большие изменения в животном мире, потому что многие виды в путешествиях, кораблях перенесли на другие территории, где они не имеют врагов. Это как в Австралии было с кроликами. Сейчас это происходит с некоторыми растениями. Вот недаром там у нас список растений, которые нельзя сейчас у нас садить, потому что они захватчики, страшные. Вот эта теснота, она вызывает многие явления, которых мы не знали и которым мы не готовы. То есть я не буду перечислять вызовы, их много. Да, технологическая цивилизация, которая сейчас стремительно захватывает вот этот глобальный мир, она поступила очень просто. Она отказалась от идеологии, от идеи целого, от картины мира. Просто отказалась. Там не обсуждается. Зачем? Важно, что есть продвижение, появились новые инструменты. И, как я уже говорил, образование для обучения, которое строится в технологическом мире, работает принципиально с фрагментами. А я спрашиваю, как у вас получается целое? Ну вот что получается и работает, то и целое. То есть есть идея целого, есть идея конгломерата. Так вот идея целого сейчас разрушена, потому что непонятно, как делать целое из множества картин мира и цивилизации. И никакое мировое правительство к этому не подойдёт. Тут большой затык. Однажды мы с Чудновским беседовали с одним высокопоставленным южнокорейским дипломатом. И он был весьма бесстрастный, пока мы обсуждали экономику, там всё. Но как только мы заговорили про образование, у него вдруг появились все человеческие эмоции. Но что выяснилось? Они в Корее, в Южной, сделали установку на технологический прорыв. Все университеты, они создали их несколько сотен, были ориентированы на технологические изыскания и развития. И они это сделали. Они вырвались в лидеры технологического мира. Но теперь, как оказалось, они не понимают, а зачем и что дальше. У них нету таких исследований гуманитарных. Они сосредоточились на консервации, исследовании того, того, что было в их тысячелетней культуре. А вот куда двигаться? Зачем двигаться? Инструменты есть, а картины нет. Потому что они эти исследования о том, что происходит в гуманитарном мире, в сознании, просто отложили. И теперь нет людей, которые могут про это размышлять. вот у нас сейчас тоже установка на цифрализацию, на всё. Это важно, это нужно. На весь вопрос, зачем, в каком будущем это всё можно показать. Так вот, что произошло самое, должно произойти, самое важное. Все изменения, я же говорил, что война, она же не между людьми, она между мыслями, между идеями происходит. Идеи убивают. Идея величия, идея империи, идея всеобщего равенства, идея справедливости. Подождите, тогда что, нужно убить одну из идей, разрушить её или что? Нет, вот весь вопрос, как раз я к этому и подхожу. У нас является принципом нахождения правильного одного решения, а остальное убивается. Вот если идея демократии, то все остальные идеи должны быть убиты. Быть подчинены, вернее, может быть не убиты, но подчинены этой идее. А мыслить в ситуации вот этого слипшегося множественного мира можно только и то, и другое. Но на своём месте, в своё время, иначе не будет дополнительности. И мы убьём разнообразие, которое является важнейшим достижением человечества. И тут появляется необходимость мыслить вот не только и то, и другое, а и то, и другое. Где оно? В чём оно? И вот мы много, ФФФ, много говорило о человечестве. Имелось в виду, сейчас я бы потребил другое слово, о соотносимости, о совместности всего достояния человечества. Оно подвижное, оно вневременное, и только по отношению к нему мы становимся людьми. Людьми, которые в состоянии жить в этом сложном мире, а не замыкаться своей идентичностью. В своём... Ведь культура, она же движется в две стороны. Она, с одной стороны, сохраняет то, что есть, но переводит очень многое в такие формы, отложенные через книги. Вот книги описано, оно лежит на полке, можешь обратиться, но уже из актуальной жизни оно ушло. Мы сейчас по необходимости возвращаем представление об украинской культуре, украинских традициях. И это очень важно, это нужно, потому что человек растянут между своим местом, где он родился и вырос, и вот этим человечеством и Богом, если вы верите, который стоит за этим. И мы помогаем Богу творить это человечество. И тут надо поменять установку, она давно проявлена была в буддизме. Две колесницы, малая и большая. Малая — это когда ты спасаешь себя и выходишь из мира, а большая, когда ты по нему уже вышел за пределы мира, но по-прежнему болеешь за этот мир и стараешься всех других спасти. И вот тот же каждый раз связан с тем, что не бывает одного чего-то хорошее. Каждый раз мы говорим как в языке ФФ о хордах. Вот индивидуализм с одной стороны это очень важно. Так мы воспитываем деятеля, действующего человека, мыслящего, а с другой стороны вот эта вот совместность. И мы находимся все время между этим. Владимир Федорович, позвольте по поводу совместности. Есть же некоторые идеи, которые несовместимы. Например, имперскость и то, что в ответ. Например, Россия, которая напала на Украину, у нее идея имперскости. И мы в ответ, которые этого не хотим. Вот здесь же эти идеи никак не могут быть совместимы. Они несовместимы, если вы их кладете рядом. А они соотносимы, они совместимы. Ведь идея империи является одним из воплощений более мощного принципа. Это принцип иерархии. В свое время Дионисий Арипагид, который называют псевдо, потому что никто не знает, кто это такой, а Арипагид это его, он прикрылся этим ником псевдомниумом. Он написал несколько книжек, которые фактически задали мышление нашей цивилизации, в том числе о небесной иерархии, где он говорит, что вот есть Бог, есть ангелы, ангелы имеют девять ступеней, там три ступеня и по три вида, девять. Архангелы, ангелы, престолы, власти, херувимы, они имеют иерархию, и на земле должна быть точно такая же иерархия, должен быть кто-то во главе и ступени перехода. Империя это сведение к одному, как я говорил, вот к этой пирамиде, и эта машина работает в условиях, когда нужно совершить очень сильное изменение или организовать прорыв, когда все концентрировано в одну точку. Поэтому эта идея нужна в определенных условиях, а с другой стороны, идея соотносимости, совместности, соорганизации, сообразования. И эта идея сейчас, на нее перенос акцента. Идея иерархии, просто они не должны быть уже организующими большие сообщества, но они могут организовать небольшие сообщества, прорывные экспедиции. Значит, они могут организовывать ордена. Ведь почему цивилизация европейская стала? Потому что были ордена. Были ордена, устроенные иерархически, которые произвели вот эти изменения. И до сих пор мы живем в виде одного из последних орденов ордена иезуитов. Он никуда не делся. Римский папа иезуит. Образование Франции да и Украины организовано на принципы иезуитского образования. А это что это такое? Коротко, если можно, просто заинтриговали. Это идея овладения знаниями, идея служения одновременно, ради чего эти знания организуются. Ведь иезуиты сделали, когда орден появился всего несколько человек каждый раз. У Святого Франциска было несколько человек, так и у Лайолы была небольшая группа людей, которые за ним пошли. У него было учение, у Франциска было учение, и у Лайолы было учение. Духовные упражнения Лайолы это основание. И вот на основе того, как делалось образование самих иезуитов, они построили образование по католическому миру. Все, что называется коллегиум, Киево-Могилянский коллегиум или Черниговский коллегиум, это все создано по образцам иезуитских коллегиум. Интересно. Ну, просто мы история, это же всегда выбор чего-то из множества и выстраивание ниточки, вы из клубка вытаскиваете одну ниточку, выстраиваете и говорите вот история. А какую ниточку вытянули? Ниточку власти, ниточку войны, ниточку образования или ниточку культуры, а все вместе не получается. Поэтому история, это всегда намеренное действие. И, например, истории человечества создать нельзя. Это ландшафт. Создавая историю честно, мы каждый раз искусственно выделяем какую-то нить. Даже если делают такие мастера, как Бродель, создавая свою трехтомную историю материальной культуры XVIII-XIX и XVII веков. Блестящая книга, у него такие единицы интересные выделены. Структуры повседневности он сказал, что именно повседневность определяет нашу жизнь, а не короли, войны и все прочее. второе игры обмена, а третье миры экономики. А игры обмена, что миры экономики понятно, игры обмена, что имелось ввиду? Торговля, обмены, вот это то, что определяет связность мира. Вот структуры повседневности определяют, как устроены разные места, игры обмена, как это между собой связано, а миры экономики, где большие связки произошли. Ладно, я не собирался про историю говорить сегодня. Так вот, важно, к чего я подчеркиваю, надо все время понимать, что нету плохих идей и хороших. Возникшие идеи возникли почему-то. Они были инструментом, они решали какую-то задачу в свое время. империя в свое время преодолевала вот эту раздробленность феодальную, которая стала уже мешать и которая приводила к войнам. Империя тогда как раз была способом избавиться от войн. На тот момент. Но потом империи стали воевать между собой и все пошло по-другому, но все равно войны возродились и стали даже еще более чем те феодальные. Поэтому империя сейчас не является идеей, которая может решить наши задачи. Но есть люди, которые думают, что этим инструментом можно опять все вернуть, можно навести порядок, если вы создадите всемирную империю. Посмотрите фантастику даже, наши любимые фантастические саги, такие как Дюна. Там же мир устроен как всемирная империя. Так что не надо уничтожать идеи, надо просто смотреть, когда они работают, когда не работают. И сейчас переворот должен быть именно в этом. Идея выделения одного, одной истины, одной правильной картины мира больше не работает. И наука здесь становится частной формой, она претендовала на всеобщее, она решает определенные задачи, она очень мощная, нужная, но она не решает вопросы человеческого общежития, человеческого сознания, то, что сейчас является важным. И вот как сформировать у людей разных цивилизаций? да еще в отношениях с природой, которые уже больше нельзя насиловать, хотя мы это продолжаем делать. У меня в школе в кабинете биологии висел лозунг, который повторялся тогда везде, не ждать милости от природы. Мы не должны ждать милости от природы, наша задача взять их, штурмовать Бога, штурмовать природу, бороться это вот. Так вот, и то, и другое. Не над всем искать позицию, а между. Не идея насилия, а идея недоминации в отношениях. При этом это не означает, что все идеи эту примут. И те, кто примут идею жить вне доминации, должны иметь защиту. Владимир Африканович, можно перебью? Вот тут у меня вопрос возник. Очень хорошо сказали, что сейчас мир смялся, и все пришло в ситуацию идеального шторма. И вот когда выбираться из этого смятого мира, или состояния идеального шторма, то это через войну или через визитание, как вам представляется, сейчас тут больше шансов, потому что сейчас выглядит, что может быть даже через войну, потому что мы видим, как оружие наращивается, и все-все-все. Это очень странное ощущение. Извините, может быть, я тут несколько неправильно поняла. Совершенно. Это очень важный момент. действительно хотят клин-клином вышибить. Ну вот да. А с моей точки зрения, как я ощущаю, на что я надеюсь. Потому что я тоже с многими людьми, они тоже надеются, что это произойдет, и что все-таки мы люди, а не боевые роботы. Да, и здесь путь для меня. это формирование множественных сознаний, которые позволяют, когда надо быть тождественными, когда надо быть в иерархии, когда надо быть в сотрудничестве, а когда раствориться и перестать вообще держаться за свое я. И это сознательно с этим работать, и это естественно другое образование. Мы должны переобразоваться в другие структуры общества. Естественно, это произойдет не сразу. Это же вот в чем проблема, что люди хотят сразу. После Майдана к нам пришли и говорят, ну вы такие умные, скажите, что делать, кого сейчас арестовать, кого убить, кого заменить, кого поставить во главе. Мы говорим, ничего не получится, надо построить картину, что мы хотим с Украиной сделать, какую Украину это, сделать людей, которые в состоянии это сделать. И это займет десятилетия. Не, нам это не подходит. Нам нужно сейчас. Нет, мы хотим сегодня, нет, мы хотим сейчас. Это детская песня, известная. Да, но так это же общепринятое. люди не хотят настраиваться на 100, 200, 300 лет изменений. Но другого пути нет. Когда Декарта приставили учить математике принцессу, и она пожаловала, что это все трудно, он заставляет ее чего там делать, и король или королева пришла к Декарту и сказала, что ну вот же надо как-то учесть, что она принцесса, что она девочка. На что Декарта ответил, в математике королевских путей нет. Вот то же самое и сейчас. И Яноч, я перечисляю, если ему важно вернуться. В том сознании или в том мире, который должен прийти на который можно сакцентироваться, притом понятно, что в том сотворенном тысячелетиями цивилизации есть огромное количество нужного, важного, и оно в этом совотнесенности этой духовной существует, и оттуда можно будет это все при необходимости и уместно взять и применить. но на данный момент нужно прочистить свое сознание и прочистить вот это рабочее поле, на котором работают до некоторых базовых точек принципиальных. И то, и другое. Не над, а между. Ну, вернее, где надо над, где надо между. идея нового целого, которая лежит выше, не выше, шире, скорее, здесь, и глубже, и глубже, чем идея отдельных культур, цивилизаций и религий. Ведь если мы признаем, что есть какие-то общие источники сотворения мира и человека, то все, что мы считаем божественным, все это частные случаи, частные картины. Они очень важны, они раскрывают отдельные стороны, но они каким-то образом должны соотнестись, но не в рамках новой религии. Была попытка, когда европейская цивилизация потекла, западная, когда появились сначала битники, потом хиппи, и появилась нью-эйдж, битники и хиппи начали массово посещать индийские ашрамы и буддийские и начали совмещать крестьянство с буддизмом. Но это была смесь. Это была смесь, попытка даже синтеза смеси, а не выход за пределы обнаружения того, что лежит глубже этого всего. То есть идея другого целого или других целых в противоположность идее конгломератов ситуативных или в дополнение к ним, потому что технологии не могут развиваться по целому. Там нет представления о мире технологий. Как нам объясняли жители этого мира технологий, там нет даже идеи обозреть и составить целое, что такое мир технологий. Он у них складывается. Из каких-то составляющих? Из всяких стартапов и всего прочего. И образование так происходит. А вот то, чего не хватало корейцам, представление о целом, оно в другом месте. Это исследования принципиально другие, чем современные научные исследования, построенные на идее объективности одной реальности, одного мира, на идее закона. Я говорю такие вещи, понимаю, что я говорю, но настолько необходим. Мы же решаем вопрос, мы будем ремонтировать этот существующий мир, надеяться, что все произойдет. Подремонтируем ООН, модернизируем его, или мы поймем, что мы живем в этом плотном, скучном, разнообразном мире и попытаемся его освоить. Ведь это же не ужас, это же на самом деле радость, это же исследования открываются заново, то было впечатление, что уже все открыли, а сейчас мир распахивается заново. В этом же надежда, это же удовольствие и радость понять, каким образом помыслить вот это все, каким образом люди могут во всем этом жить. У нас открылась перспектива построить вот эту совместность человеческую, не собрание наций, народов, государств, корпораций, которые между собой враждуют и воюют, а представить семьи некую совместность. Но я повторяю, это не означает, что войны совсем исчезнут, что агрессия исчезнет. Во всех даже этих романах и возвращения со звезд или в этой утопии туманности Адромеды, Великого Кольца Дружеского, которое создал Ефремов, есть остров, большой остров, куда уезжают те, кто не хотят жить в этих условиях сплошного взаимопонимания и дружбы. Остаются места, мы не сможем, это очень долгий процесс, поэтому вот эти сообщества, содружества, сообразования, живущие по принципу со, должны иметь защиту. Как говорит Тарас Бебешко, сделать в себе иммунную систему. которая может сопротивляться вот всему враждебному. Владимир Федорович, позвольте вопрос. Вот вы сказали, что сейчас появился шанс, что мир распахивается и есть перспектива построить что-то такое общечеловеческое, да, но вы же вначале очень интересно сказали, что в основе практически всех процессов и воинов в том числе лежат идеи. Вот сейчас у современных каких-то мыслителей, я не знаю, кого вы к ним относите, просто очень интересно, во всем мире, в разных точках, на Западе, в странах глобального юга, где еще, в Китае, в Индии, где угодно, вы ощущаете, что эти мысли витают, нарабатываются, чтобы материализоваться так или иначе через какие-то действия? Или они не витают? И тогда это другая история. Нет, витают, витают, витают. Я вот считаю, например, Станислава Лема крупнейшим мыслителем 20 века. У нас его числят по писателям, а он крупнейший мыслитель и философ. И у него проверены эти все проговоренные эти варианты в Солярисе с мыслящим океаном, который неизвестный, на что и с непобедимым, где технологическая мертвая цивилизация борется с человеческим. Много он такого рассмотрел жизненно важного. Потому что это не философия. Философия работает в рамках традиции. И очень ну у меня такой был пример. У меня я был завкафедрой гуманитарной там читалась философия в том числе. Пришла преподаватель философии, она там кандидат философских наук. все. И стала мне жаловаться на студентов. Стала жаловаться на студентов и говорить, что вот они такие сякие. Она им пришла рассказывать про перцепцию Канта, а они начинают задавать разговоры про смерть. Она говорит, что ребята, это не философия, давайте к философии вернемся. Вот перцепция у Канта. Ну, в общем, я потом ее уголил всеми правдами и неправдами. Вы были не гуманны, Владимир Африканович. Да, я не гуман. Потому что дети впервые вышли на осмысление того, что стоит мыслить жизнь, смерть, человек и так далее. А философия работает уже в своих парадигмах. Например, для меня Хайдеггер важен только потому, что он понимал смысл значения поэзии и о том, что философия следует за поэзией. Это же и Бадью понимал, что философия следует за математикой, за поэзией, за любовью, за политикой. Поэтому не в философии рождаются новые идеи, а вот в мифах и поэзии. И это очень странно вспыхивают этим. Мы очень ожидали в свое время Латинскую Америку, когда появился Маркес, когда появился Борхес, когда появился Астуриас, что у них будет вспышка. Потому что они использовали некоторые древние мифы, индейские, например, и показали другую картину мира. это же происходит и в европейской поэзии, философии, в поэзии, фантастики. Потому что именно там обсуждаются вопросы жизни и смерти будущего, а не вопросы категорий, понятий. Это вопросы философии, она нужна, но она вторична. И поэтому увидеть, что происходит в мире, вот эти вот наработки, это другие языки. Это языки поэзии, языки математики, языки любви. Что происходит с любовью? Каким образом спасти или понять ее без сведения к сексу? В общем, есть такие вещи, есть такая книжка, называется «Дзен секса». И это через идею пути описано взаимоотношения людей, в том числе в этом акте сексуальной встречи. и это настолько богато, настолько отличается от того, как обычно описывается секс, тем более, как он описывается в науке. Но за этим стоит будущее, потому что там разнообразие, там множество, и там воспитание у человека чувствительности. Вот это вот, когда я начинаю работать с педагогами лет, я говорю, что самое важное у детей это не убить в них любознательность и проявить воображалку и чувствилку и понималку. Вот воображалка, чувствилка, понималка это суть таких педагогических подходов. Но это ж всем людям нужно. А современное образование делает их мертвыми, потому что сводит все вот к понятиям, к интересам, к техникам, технологиям. А вот это главное не потерять и воспитать, особенно воображалку. Но без чувствилки она не работает. И поэтому секс это школа чувствительности. это очень важно. Любовь это не секс, но без секса она во многом непонятна. Не не прорваться. И вот это вот мудрость. Вот вчера, по-моему, была вера, надежда, любовь и София. Правда, это не та София, не София мудрость, премудрость Божия. Это мама их, которая вместе с ними. Но всё равно мы перенесли на эту Софию вот эта София мудрость, вера, надежда, любовь, как её проявление. А вот мудрость это как раз для меня способность человека употреблять свои сознания, свои инструменты по месту и вовремя. Или понять, что вообще все инструменты надо выбросить и начать с начала. Когда я пишу, вот у меня сейчас написана книжка «Мудрость образования», «Мудрость свиты», она украинская, да, где есть такие слова, ну, был такой фильм, про который все забыли, фильм назывался «Покаяние». Это грудинский фильм, который вышел когда переосмысляли сталинское наследство и о покаянии за вот эти вот все репрессии, за все прочее. Это кем притча. И он кончается тем, что старуха подходит, идет старуха, подходит к окну и спрашивает, где здесь дорога к храму. И говорят, эта дорога не ведет к храму. Она тогда удивлена так, а зачем дорога, если она не ведет к храму? притча кончается этими словами. Так вот, зачем образование, если оно не ведет к мудрости? Что мы получаем, если мы не идем к мудрости? На чем мы останавливаемся? Что мы считаем образованными? Владимир Африканович, вот у меня вопрос. Меня все время удивлял. Есть люди образованные, не оказалось, я как-то разделяла это всегда, а есть люди мудрые. Знаете, может быть, у них не было какого-то образования, они не думали о том, что они должны что-то заканчивать или просто самообразовываться. Просто какая-то жизненная мудрость, которая у них появилась в результате их опыта, жизни и всего другого. Мудрость не есть следствие всезнания и всяко знания. И образование не есть всяко знания в любых объемах. Образование это когда вы понимаете себя, мир в состоянии его строить. Не надо сейчас меня заводить на эту тему. Образование я сразу туда все умею. это отдельное согласно. Мудрые люди это которые поняли вот это и то и другое и вовремя и уместно. Они это поняли по жизненному опыту. Они поняли что вот в итоге и ты Сара права. Как в этом анекдоте. А в каком анекдоте? Я не знаю. Может и знаю. Есть множество вариантов когда к Рэбе приходят и говорят например что вот наши соседи там такие всякие вот они там поставили дерево рядом с забором вот они то-то то-то делают и Рэбе качает головой да-да-да-да вы правы конечно они нехорошие люди да-да-да потом приходят те другие соседи начинают говорить про тех соседей он опять качает головой да-да-да вы правы жена слушала и говорит слушай Рэбе ну не может быть чтобы те и другие были правы Рэбе говорит и ты Сара права я не знала этого анекдота он великолепный просто нет ну главное вот различить тоже старая мудрость она приписывается она есть и в варианте еврейского и в варианте европейского это молитва дай бог мне силу сделать то что я должен сделать дай бог мне разум не делать того что я не должен делать и дай мне мудрость отличить одно от другого вот это эта мудрость не требует диплома наоборот чем больше вы знаете тем больше вас обогнали теории тем у вас меньше возможности самому решить что уместно неуместно что бывает не бывает наука чудесами не занимаются а чудеса бывают бывают Владимир Африканович конечно бывают просто их так много что мы не замечаем да ладно кажется что их так мало наоборот это же как вы смотрите если вы видите в чем-то уникальность то это чудо если в женщине вы видите единственное и уникальное это же чудо а если вы ее описываете как все ну вот она блондинка дурная стерва такая ну какое чудо это же это же ваша способность видеть а не то что напротив а вот это важно то что вы сейчас сказали кстати потому что чудо хочется вот я думаю многим так оно есть для этого надо освободиться от всего этого наслоения на которое вас навесили общество культура и открыться ну как говорят в этих случаях обнаженным сердцем это как вы сказали вначале смотреть на все немножко проще по другому это с этим связано или нет проще это глубже у меня проще и глубже синонимы почти что а другим взглядом просто увидеть что оно не повторяется ведь у нас реальностью считается только то что повторяется и наука вот работает по принципу эксперимент должен повториться иначе он недостоверный а чудеса не повторяются если мы считаем что эта женщина неповторима или этот сад неповторим или вот это этот учитель неповторим то это чудо мы видим это чудо вот сидишь в саду есть такой общий сад все вдруг бросил взгляд и увидел кусочек там на полянке несколько растений жук ползет и ты вдруг видишь что это какой-то другой волшебный мир он как бы из этого сада вырезался ты его раньше не замечал потому что смотрел на сад а вот на это место внимательно не смотрел как внимательно посмотреть в душу человека которого ты раньше не замечал вот тут сходятся две вещи умение умение видеть вот то что вокруг тебя и в то же время соотнестись вот с тем самым высоким божественным миром всем который творится вот человек растянут между этими если у него нет верхнего так он и не способен выйти за пределы своего я и за пределы войны не способен увидеть чудо и разрушает это ну а что такое бросил бомбу ну погибло тысячи миров которые были у человека у жуков у растений и так далее ну новые вырастим бомбы новые она рожает Владимир Африканович спасибо что были сегодня с нами но я испытываю какую-то острую потребность продолжить наш разговор почему-то непонятно не знаю потому что я говорю такие вещи как-то оно спутано я же не читаю лекции думаете оно спутано почему-то мне не кажется спутано я не знаю мне вот важно выделить эти вещи потому что на самом деле все просто поменяйте взгляд не на истину а на то и другое на то что между нами на то что на то что можно сотворить вместе тогда мир изменится и тогда вот надежда о которой я говорил и вот этот интерес исследовать мир заново откроет перспективы Владимир Африканович спасибо вам огромное спасибо что были сегодня с нами очень вам за это благодарны спасибо и вам Владимир Никитин был сегодня с вами на связи за что мы ему страшно благодарны конечно признательно вам наши спонсоры на платформе Патреон оставайтесь а спасибо за просмотр и